МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Одна из самых живых, очень веселых и очень таких по-человечески приятных девушек на нашей сцене. Кэти, ты настоящая девушка из твоей песни. Фэшн-геолога униграции. Такая вся живая, веселая, красивая. Деградация. Слушай, ты в Юрмале. Ты не первый раз живет в Юрмале, так понимаю? Нет, шестой год уже. И каково тебе? Нравится. У меня, знаешь, уже такой ощущение, чуть-чуть день сурка. Почему? Ну, потому что каждый год одно и то же. В этом есть, наверное, какая-то фишка, потому что, знаешь, вот зима настает, ты знаешь, что вот летом ты едешь опять сюда, опять будет вот этот какой-то такой план. И как-то прикольно. Ну, и артистов, тебя особо не видно на каких-то вечеринках, ну, таких закрытых, где обычно все там много пьют, много танцуют, много гуляют, а потом утром все встречаются, утром наемость, и говорят, ты что, завтра как нет, я еще в номер иду. Ну, да, в принципе, первые, наверное, 3-4 года меня можно было там увидеть, и, наверное, только я и была там. Ну, а сейчас как-то чуть-чуть устала. Слушай, вот ваша группа Астудио, я видел ваше выступление, с каждым разом вот так смотришь, во-первых, ты с каждым разом другая, и коллектив, вот видно уже, что как-то он, так сказать, душевнее больше становится, как-то вот видно, что вот как-то на тебя смотрят, даже коллектив, как вот обожают тебя. Это, конечно, обращает целая семья уже. Ну, да, у нас очень хорошие отношения, меня очень повезло в этом смысле, потому что, смотря на другие вот эти коллективы, которые просто... Которые будут глотки, перегрузки. ...внутри просто кошмарных отношениях, у нас просто такие прям семейные отношения. Я знаю, вы ели сегодня плов у Анитоцой. Ну, да. Я знаю, что у тебя в коллективе есть парень гитарист, который сам с Ташкентом. Да. Как у нас с Ташкентом? Да, готовлю на Анитоцой. К сожалению, вот именно вот парень с Ташкента не был сегодня с нами, потому что он очень устал, вчера гулял. О-о-о. Вот, да. И потом на репетиции рано были, поэтому он спал в это время, когда мы ели. Слушай, а ты приехала одна или с молодым человеком в своем? В этом году я приехала одна. От него остались часы? Часы остались. Которые, так понял, он тебе подарил. Да, эти часы подарил он. Слушай, ну я так понимаю, что молодой человек не бедный. Да, не бедный. Я легко не бедный. Ну, да. Самый ненавистный для тебя вопрос. Сейчас будешь ругаться, кричать и возмущаться. Десятый этаж. Не убегай. Откуда ты пришла информация, что ты собираешься выходить замуж? Я сама не пойму. Я помню, что я отдыхала. В Италии были. И просто вот в прошлом году в это время началось. Звонки поздравляю. Я говорю, о чем вы вообще? Что происходит? Они говорят, ну ты вышла замуж. Я говорю, а-а-а, ну понятно. И вот год меня поздравляют. До сегодняшнего дня. Каждый третий день минимум. Как вы познакомились, не секрет? Мы познакомились. У нас такая общая компания. Арутюнов. Саша? Да. Общий друг. Для тех, кто не знает, скажу, что Саша Арутюнов – это очень известный дизайнер Москвы, стилист. Да. Ну вот, можно сказать, что через Сашку. Потому что у нас прям очень много общих друзей. Ну вот так и бывает. Как получилось, что вот ты, я так понимаю, что тогда ты переживала разрыв с Владом Топаловым, который отшлаждался со стороны. Ваше отношение. Нет, ну как бы у нас с ним не было таких отношений. В смысле, это как-то так получилось, что все начали писать, что у нас там прям отношения, что мы встречаемся, все такое. Вы с вами видели в ресторанах вместе, видели где-то там… Да, где мы интернет убрали, наверное. У нас… Там, где у нас… Нет, только я думаю, что романа не было, или был все-таки роман? Нет, романа не было. С Владом у нас были какие-то симпатии там, но ничего больше. Просто все говорили, общие друзья Влада и твои, что ты, наверное, на тот момент был один человек, который могла бы как-то на него повлиять, как-то поставить такое ровное русло, плановое. Мне кажется, Влада никто ничего не сможет сказать и поставить никак, если он сам не захочет. Он такой человек, достаточно сложно. В чем он выражается, что он сложно? Я не знаю, в чем он выражается, на самом деле я его не настолько хорошо знаю, как ты думаешь. Потому что, ну не знаю, он такой закрытый, у него такой свой мир. Слушай, в прошлом году на День рождения Крутого в ресторане «Ларива», который здесь стоит, находится, ты была с молодым человеком со своим? Да. И что мне понравилось, ты сидела с ним коллективом, ты отдыхала, танцевала, он как-то был с друзьями с вами, и он тебя абсолютно вот не напрягал, не говорил типа «поехали домой» или там «хватит там что-то танцевать», все. Он на самом деле вот такой простой, вообще не демократичный, все-таки кавказский мужчина вроде как. Какой он кавказский? Он еврей. Слушай, интернет, что он в Кавказе, в Кавказе, в Грузине? Да, нет, это все сплетни, ты не верь, ты мне спрашиваешь. Он очень даже, он в принципе очень похож с ним, мне кажется, первая вот эта черта общая у нас, вот то, что даже не могу, черта общак такой похожий, можно сказать, да. Он любит там развлекаться там с друзьями, посидеть там, то есть. Ну, как-то ограничивает тебя в своей там свободе? Нет, 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 ни в коем случае наоборот, то есть он вполне адекватный человек. А когда ты поняла, что хочешь с ним жить вот именно в одной квартире, спать в одной кровати, перевести чемоданы? Мы не живем вместе, мы так временами, потому что, ну, не знаю, как-то мне кажется неправильно жить вместе изначально, да и да, и все будет. Странно, почему? Потому что добивает быт этот такой, семейный? Да, да, конечно. Ну, в принципе, если даже мы жили бы вместе, мы дома проводим, наверное, часа семь, когда мы спим. А чем сам занимается? Ну, у него есть разные бизнесы, но общий такой, это, ну, основной банкер. Пила, 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 поет, 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 и банкира получила. Слушай, вот тебе секрет счастья, попасть на сцену. Я видел твои клипы, которые ты снимал еще в Грузии. Да. И вот такая, знаешь, красивая, но такая наивная, такая скромная. На сцене даже в Тбилиси где-то. И сейчас, вот, что приятно, у тебя эта скромность осталась, но появилась какая-то более такая простота, что ли? Это и вся была такой простой. Мне кажется, я всегда была такой. Друзья, которые у меня, вот сейчас я как раз прилетела из Тбилиси, Батуми были там, ездили. Вот, и все, кого я встречала, все говорят, господи, ты когда-нибудь вообще поменяешься? Да, все говорят, что я такой осталась, как я и была. Я сама там чувствую, ну, чуть-чуть повзрослела. Ну, как чуть-чуть? Ну, тогда мне было где-то, когда я приехала, 17 лет, сейчас у меня вот будет сейчас 25. Ну, логично. Я помню, что в первую встречу, это был один результант в Москве, по-моему, даже на Ласа Зебра, который уже закрыли. Да. Когда была твоя презентация первая? Ты был там? Мы с тобой общались тогда. Да. Мы сегодня с твоим директором, Женя, вспомнили эту ситуацию. Говорят, сколько я тебя знаю? Он говорит, ну, лет 7, наверное, знаем, уже знаком. Да. Я помню тебя, как к тебе подошел, ты говоришь, я не общаюсь. Я не общаюсь? Потому что я не разговаривала по-русски. Ты не хотела этого говорить сейчас? Я не разговаривала вообще. То есть, когда меня спрашивали, кто под зодиаку, хотела сказать дева, но я говорила, ведьма. Слушай, а ты как-то, ну, уходила к какому-то преподавателю, уроки-то получала? Нет. Ну, как-то со временем я все понимала, ну, и могла, конечно, там, говорить что-то, но так, чтобы прям формулировать и сразу сказать, я не могла. А потом уже как-то пообщалась год-полтора и уже заговорила. Желательно, банальный вопрос, каково тебе в коллективе А-студия, но, конечно, иначе, коллектив А-студия такой уже культовый, легендарный. Ему уже очень много-много лет, и один из демногих коллективов, которые любят Примадонна Алла Борисовна Пугачева. Мне кажется, какой-то такой для тебя был такой счастливый билет, наверное, в жизни. Ну да, у меня такой... В жизни никогда не бывало такое, что я прям стремлюсь, там, хочу что-то такое сделать, попасть там, прорваться там. Специально никогда ничего не делала. Но, как-то спасибо, Господи. Слушай, раньше говорили, ходили такие слухи, что у тебя был очень состоятельный папа, царство ему небесное, и якобы он помог благодаря связям тебе попасть в коллектив. Да, это я слышала тоже, но это неправда. Получилось все так. Ну, то есть они связали, знаешь, как они связали? У моего отца был друг, и жена этого друга, продюсер у нас в Грузии. Вот. И она несколько раз приводила о студию, там, на всякие мероприятия, еще когда Полина работала. Вот. И когда она уехала, то есть ушла из коллектива, потом ребята созванивались, они общались, и спросили, ты знаешь кого-нибудь там, кто поет хорошо и выглядит нормально? Она подумала, сказала, ну знаю, есть одна. Причем она вспомнила обо мне, потому что в первую очередь у меня была песня СОС о студию на грузинском языке. Ничего себе. Вот. И она мне говорит, я говорю, сразу у меня ты пришла в голову, ну и если даже не ты, а кто еще? Я говорю, ну конечно. Вот. И они вот так как-то связались, через вот на то думать, что ее зовут. Вот. И вот получили койти. И вот так получилось, что люди стали говорить, что... Да, они стали говорить, что типа благодаря моему отцу. Но на самом деле благодаря моему отцу все, потому что изначально, когда я была маленькой, когда заметили, что у меня есть талант, то есть он постоянно помогал, там всякие клипы, там же тоже надо вкладываться, да? Ну конечно не так сильно, но какие-то мелочи. Он всегда поддерживал и помогал. Скажи, вот папа не стала. Очень неприятная верность. То есть тема для тебя. Нормаль. Есть вот какое-то ощущение такого, что не хватает, когда хочется позвонить, что спросить, рассказать? Конечно есть. Мне кажется, я до сих пор не могу понять, что его не стало. Поэтому мне легко даже разговаривать, потому что я просто до сих пор не могу как-то сообразить, что его нет. Не хватает, хочется позвонить. Он постоянно... У него были такие звонки, он звонил. Алло, как ты? О, пап, хорошо. Ну ладно, все, давай. То есть он просто там проверял, все нормально или не нормально. Если все нормально, ну ладно, давай. Ну, папа, я знаю, был в Грузии очень известным человеком. Ну да. Как-то люди опасались с тобой, кто имеет дело, там, или там молодые люди, там, парни. Нет. Зная, что папа может приехать, оторвать голову его. Ну, на самом деле нет, он вообще не был таким. Он был очень добрым, вообще смешным, такой. Когда все, там, слышали о нем, там, типа, ой, Катин отец, там, такое. И когда потом знакомились, это твой отец. Я говорю, ну да, это он. То есть он вообще простой, там, никогда ни на кого, мне кажется, голоса не повесил. На меня вообще в жизни. И никогда не было таких ситуаций, что там еще связано со мной, что он на кого-то наехал, там, или еще что-то. Нет. Никогда. Слушай, вот ты говоришь, что нашла уже свое какое-то счастье такое в жизни. А ты вообще как-то представляла себе молодого человека, вот таким, как он сейчас является у тебя? Да. Или ты думала, что это будет такой, значит, модельной внешности, большой, подкачанный, как ваш директор Евгений? Мне кажется, он и есть такой модельной внешности, подкачанный, небольшой. Ну, такой, в принципе, мне кажется, он вот такой для меня идеал. Ну, ты сама для себя понимаешь, что ты хочешь за него замуж пойти или нет? Просто в первую очередь я пока не хочу замуж, потому что мне не хочется спешить. А это есть, я могу на этом этапе сказать, что я нашла свою вторую половину, с кем я готова прожить там. Остаток жизни. Так, вы закопланы. Слушай, а вообще думаешь о детях? Конечно, думаю. Ну, я не представляю, у тебя что-то был ребёнок. Я тоже не представляю. Я не могу понять, что ты знаешь, мне с вами говорит, типа, Ахмед, представляешь, Катя родила? Кто? Кстати, кого? Кого? Кого родила? Я тоже не могу представить. Ну, в принципе, я думаю, что я буду такой строгой мамочкой. Мне так кажется. Почему? В первую очередь, потому что все дети обманывают родителей, и меня будет очень сложно обманывать. Ну, ты не похожа на ту, которая была бы совсем очень строгой. Ты такая... Ну, может быть, не очень строгая, но если я пойму, что меня обманывают, всё... Дося. Слушай, а в нашем российском шоу-бизнесе у тебя есть какие-то близкие друзья? В шоу-бизнесе? Да. Прямо вот близкие, с кем бы ты общалась бы, доверяла? Теона Кандридзе, джазовая певица. Таёнка, да. Таёнка моя близкая. Я крёстная её ребёнка. Крёстная? Да. Ну, Таёнка это уже как-то... это как семья. А вот если посмотреть шоу-бизнес наш такой российский популярный... Популярный? У меня есть... Я не могу сказать, что я ни с кем не общаюсь и вообще не делюсь ни с чем. Нет, есть такие персоны, и их там, ну, перечислить можно на пальцах. Даже не стану, чтобы остальные не обижались. Вот. Но всё равно таких прям друзей, чтобы я в каждой дневной жизни там созванивалась, там, встречалась, ну, таких нет. Слушай, а друзей нету, почему всё-таки у тебя вот, ну, не получилось с Топаловым? С Топаловым? Такой смысл, что вы к нему привязались, потому что ничего несерьёзного там не было. Не, ну, как бы казалось бы, такой красивый, совершенно молодой человек, как бы. Да, ну, вообще разные. У нас даже каких-то чувств никогда не было. Ну, все знали, что вы встречались. Да не встречались мы. Мы как-то неделю, у нас были симпатии, и вышел журнал какой-то, окей, или хэллоу. Когда Влад мне позвонил и сказал, слушай, там хотят интервью взять, вот, я со своей подружкой. Давай возьмём там, давай сделаем вместе. Я говорю, хорошо, я приезжаю в ресторан, и первый вопрос, который мне журналист задаёт, я говорю, сколько вы встречаетесь? У меня чехили вся отвисла. Я говорю, а-а-а, странно, вроде мы ещё вообще не встречаемся. Вот так это всё началось. Ну, ты бы вообще связала свою как-то судьбу? С Владом? С жизнь, ну, не то, что с Владом, вообще с кем ты будешь в шоу-бизнесе? С того же женоки ухаживали. Ну, пффф. Пытались соблазнить, там, обаять, очаровать. В шоу-бизнесе? Ну, в принципе, почему? У меня очень много друзей, там, мне нравится, там, если человек творческий. Но в нашем шоу-бизнесе... Ну, именно в плане, вот, как бы, вот, мужчина. Только они говорят, что их не осталось в шоу-бизнесе. Не, они есть, конечно, но, я не знаю, у меня совсем какие-то дружеские отношения, мне никто особо не нравится. Мне кажется, не смогла бы. Слушай... Не потому, что они, как бы, из шоу-бизнеса, а потому, что в этом шоу-бизнесе мне никто не нравится. Почему? Есть же много там... Серёжа Лазарев, Дима Билан, э-э... Они все заняты. Конечно! Группа «Студия» самая любимая у Пугачёвой. И когда были там Полина Гриффис была, были там ещё какие-то люди, говорили, что она никогда с ними не общалась. Но когда появилась ты, она к тебе-то как-то по-особому относится и даже какие-то советы давала, как-то на тебя внимание оказывала. Ну, они изначально, наверное, больше дружили с Платтерханом, с первым солистом, когда они изначально вот приехали в группу «Студию». И всё равно мне кажется, что для неё ассоциация там с 90-х, вот с Платтером, старая студия. А вот с появлением Кэти, она там... Мы не могу сказать, что мы с ней очень близко знакомы, но пару раз пересекались, и у меня очень положительные эмоции отношения этого человека. И я думаю, что она тоже не негативно относится ко мне. Слушай, а как получилось, что она дала добро на то, что ты исполнилась эту песню? Группа «Студия» исполнила её песню? Мне кажется, её песни столько уже перепевали и столько народу поются. Мне кажется, особо это её не волнует. Это первая очередь. Второе, то, что мне кажется, мы не самый последний коллектив, который там могут спеть песню «Алый». Ну, наверное. А когда ты услышала эту песню в твоём исполнении, она тебе что-то сказала по этому поводу? Самое смешное было то, что я знаю все песни Аллы Борисовны Пугачёвой, кроме этой. Я не знала её в оригинале. То есть я даже её записала, не послушав оригинал. Вот. И когда я послушала, мне очень она понравилась. А она, когда послушала, она сказала, «О, отлично, вот чуть-чуть ещё гитархи добавьте, и споржёшь. Да, и давайте минусовку мне». Слушай, песня реально очень-очень крутая. Да, мне тоже нравится, кстати, вот, ну, когда, очень редко, когда мы записываем песни, во время записи, там, когда много слушают, всегда надоедают песни. Ну, правда, если честно. Вот. А вот эту песню я где-то неделю крутила у себя в машине, слушала. В своём же исполнении? Слушай, моя любимая песня, которая у вас есть, это «Fashion Girl», я уже говорил. Как она вообще родилась? Потому что по всем, я так понимаю, рейтингам, она одна из самых известных, популярных в стране. Песня, вот последние песни лета, там, и до этого. Очень многие люди слушают, скачивают рингтоны. Как она ещё появилась, и эти слова, это вот такие моменты. Ну, это благодаря, вот, Борьке, наверное, Байгали Скибаю, который наш музыкальный руководитель, он нашёл эту песню, то есть он не сам написал, и вот проконтролировал, проконтролировал аранжировочку, текст, всё-всё-всё-всё-всё, и вот родилась такая прекрасная песенка «Fashion Girl». Такое ощущение, мы говорили, что песня похожа на песню про тебя, то есть такая же. Да, часто, мне очень нравится, потому что после этой песни все ассоциируют меня как в «Fashion Girl». Если где-то что-то в «Fashion», всегда нас везде приглашают после этой песни. Ну, смотри, посмотри, сама твои наряды, которые ты вот выходишь на сцене, выходишь на сцену в них, это, ну, вот, вот сейчас на концерте предыдущем ты была с какой-то огромной такой шапкой, это даже не жалко, это такой пирамидной. Кокошник. Кокошник, можно сказать. А до этого вот какие-то какие-то парики такие, это вот как это? Ты как-то сама придумываешь или всё-таки со стилистом каким-то? Ну, вот у меня есть друг, очень хороший, Бессарион, дизайнер, который мне вот помогает, у нас вкусы совпадают, поэтому мы вместе всегда придумываем, что как сделать. Ну и вот, рождаю с таким образом. Ну, ты в жизни одета очень скромно достаточно, в принципе. В жизни, в принципе, я вообще одета как бомж, потому что я не люблю в жизни носить каблуки, краситься, там, наряжаться. Я постоянно хожу в каких-то шортах джинсовых или вообще хожу в одежде лёвки, там, какие-то большие джинсы натяну, там, в майку и хожу. Мне так больше нравится, потому что настолько надоедает. Каждый второй день краситься и так, потому что у меня концерты и съёмки, и одеваться, наряжаться, что уже в каждой дневной жизни хочется комфортно себя ощущать. Без ничего вообще, в принципе. Да. Слушай, когда у вас погиб солист вашего коллектива, я помню тебя на похоронах, и вот все даже отметили, которые там были, что вот как-то так плохо, настолько её всё это трясло и задело очень до глубины. А как ты тогда это всё пережила, потому что тебя никто не мог успокоить, ты рыдала просто? Да. Ну, это вот я тогда осознала, что его нет, и мне просто не настолько было плохо, я сейчас вспоминаю, это просто кошмар. Причём совпало то, что... Ну, я была тогда новенькой год, наверное, и последние, вот знаешь, вот последние два-три месяца с Багой мы просто каждый день проводили вместе, там, ну, очень сблизились, ну, прям очень. И вот как раз вот мы приехали из Юрмала, мы в Юрмале были, кстати, и на второй день вот такая фигня случилась. Ну, очень долго переживала и очень еле-еле пережила, короче, вот это. Какой... Потеря была прям такая ощутимая, потому что он был такой, знаешь, душой коллектива, постоянно шутил там. Ну, очень смешной человек. Причём настолько нелепо всё произошло, когда вот... Да, до сих пор непонятно, как это вообще странно на этом светофоре, где просто машины ездят 20 километров в час, как он мог там разбиться. Причём он был... Он настолько боялся за рулём, когда ездил постоянно, я постоянно ему говорил, ты можешь нажать на педаль, но хватит. Он постоянно очень медленно так ездил. Не знаю, что случилось. Ну, сама ты как ездишь, я так понимаю, нормально? О-о-о-о, я очень плохо ешь. Плохо? Очень быстро. А что за история, что ты любишь заказывать еду в ночных ресторанах? Какие? Я еду в ночных ресторанах, особенно в одном из... в районе Пушкинской площади. Мне кто-то рассказывал. В Пушкинской площади? Ну, ресторан есть напротив... Если кассеты, это кинотеатр Пушкин. Мы как-то сидели с твоим другом Александром Арутюновым, и ты говоришь, сейчас закажем в Пушкине еду, и нам привезут. Нет, это было очень смешно, да. Оттуда, потому что когда это получилось, журналисты там какие-то послись, и когда выяснили, что заказываешь ты, а недолго, значит, они говорят, что счета, кто, что, куда. Ну, это была шутка. Ну, нет, ночью я очень люблю покушать, и очень часто заказываю, и езжу сама приводить там что-то в супермаркет, потому что прям вот единственное время, когда я ем, это ночь. Вот. А вот тот случай, который ты говоришь, это было очень смешно, потому что мы прикалывались, звонили в ресторан, Пушкин, ну ладно, уж скажем. И говорят, алло, это Пушкин? Они говорят, да, это Пушкин. А Пушкин там есть? Ну, короче, мы ржали, у нас была, знаешь, такая истерика, что-то ржали, фигню несли, там, мне кажется, это охранник, отстаньте от меня, не звоните, и все же, а больше. Ну, короче, мы его свели с ума. Слушай, ну вы, конечно, такие, юморная компания. Да. А ты говоришь, что ты любишь поесть ночью, а как же фигура, шоу-бизнес. Ну, ну как, вот так. Бывает, я поправляюсь на килограмма два. У тебя в контракте оговорено, что ты не имеешь права менять внешне? Нет, у меня вообще нет контракта. Не боишься? Чего? Работать без контракта. Нет, у нас, я же говорю, у нас прекрасные отношения семейные. Если кто-то не хочет с кем-то работать, никто не заставит. Это контракт или без контракта. Ну, что, не детский сайт же. Вот, поэтому, как бы, мы на доверии работаем, нафиг этот контракт нужен, очень непонятно. Поэтому, и когда у меня был контракт, в течение четыре года, вот, когда я приехала, срок был четыре года. Вот, и, в принципе, там тоже не было ничего такого кошмарного. Каких-то кабальных условий? Нет, кабальных условий не было. То есть, я могла и жрать, и все. Слушай, ну, говорят, что, ну, допустим, в группе Виагра у них очень жесткие условия. Они не могут ни худеть, ни полнеть. У них должен быть определенный, там, как бы, график, расписание. Очень много штрафных санкций. Об этом говорил даже Лободаш, то есть, опоздаешь, там, минус сто долларов. Не проезжаешь на съемку, там, минус тысячу долларов. У вас такой нет в коллективе? Нет. У нас нет ни штрафов, ничего. Мне кажется, у них тоже нет. У них такие хорошие тоже отношения. Ну, ладно, там, мне кажется, как бы она перегонит. Разве, пожалуйста, слухи по поводу твоих каких-то пластических операций, что то ли ты делала грудь. Я знаю, что ты оперировала нос. Да. Это я знаю точно. Грудь я не делала. Я делала два раза, причем. Первый раз я делала перегородку, потому что я не могла дышать, очень плохо дышала. И очень была неудачная операция, потому что у меня перегородка еще хуже, по-моему, ускорилась. И зашить, наверное, не очень хорошо, потому что у меня нос опустился. И когда я увидела один раз в телевизоре, как я выгляжу, я думала, господи, что с моим носом стало. Я пошла уже, делала второй раз перегородку, потому что реально было очень сложно дышать. И заодно сказала, уберите вот эту горбинку, я вас умоляю. Ты горбинку убрала? Да. Дома не были против? Все были против почему-то, вот все друзья, так, ну не надо, пожалуйста, да, не надо. Я говорю, да, все будет нормально, вам понравится. А почему решила горбинку убрать? Вот такой, знаешь, такой какой-то спецфитши, какая-то такая вещь. Нет, потому что, на самом деле, у меня горбинки в детстве не было. И у меня сломан был нос. Знаете, чем я сломала нос? Твиксом. В смысле? Ты его, ты твикс ела в нос? Нет. В детстве, зимой я попросила своего двоюродного брата, я говорю, принеси мне твикс, пожалуйста. И у Тпилиси там были такие, знаешь, открытые палатки зимой. И этот твикс, наверное, замерз. Он поднялся, говорит, на твой твикс. И кидает мне просто, и у меня просто в нос. Летит, я прямо вижу, помню, как я увидела вот эти искорки, знаешь, такие полетели. Третья у меня просто был такой же номер. И потом уже чуть-чуть там горбинка осталась. И я просто, когда смотрела фотографии из детства, я понимала, что без горбинки лучше. Поэтому вот. Скажи, а сейчас вот ситуация не очень приятная между двумя нашими странами, Розии и Россией. То, что работаешь в России, живешь в России, на тебя родственники не обижаются в Грузии? Нет, конечно, у меня все адекватные люди, родственники. Единственное, что очень часто, вот, например, на 9 мая я выступала, пела 10-й наш десантный батальон, выступала в форме десантника. И это вызвало просто такое кошмарное реакции со стороны Грузии. Меня там сказали, что я вот предательница, я в форме пою в той, в которой там была война, и русские солдаты стреляли. Короче, полный пипец, если честно. У меня даже вот, я даже мысли вообще не могла допустить. То есть они решили, что специально одела вот эту форму. А я всего лишь сидела и говорила, господи, что одеть? А мои друзья говорят, ты же про десантников поешь? Я говорю, да. Да, одеть мне форму десантника. Я говорю, ну, отличная идея. Вот так это и произошло. То есть такие какие-то моменты неприятные бывают, потому что они всегда как-то хотят вот как-то укусить, там, что-то плохое сказать. Но я всегда говорю, господи, говорю, ну, ребят, я работаю там, там я зарабатываю деньги. Тут вы живете, все мои родственники, друзья. Ну, как я могу порваться? Ты не боишься, что будет такая же история, как с Тиной Конваки, когда ее там чуть ли не заклемили позором за то, что она уже даже пошла в правительство, там, пошла в общественную палату, и ее высказывания по поводу президента Грузии Саакашвили очень-таки нелицеприятные. Ее там заклемили просто позором. Ну, в принципе, я не думаю, потому что я вообще настолько не разбираюсь в политике. Ну, ты не боишься, что, допустим, из-за того, что ты работаешь здесь, там, и вот эти все ситуации, что, допустим, тебе не дадут там заслуженного или народного артиста Грузии, там. Да, зачем мне эта заслуга нужна, господи? Я зарабатываю здесь деньги, дорогая. Да, нормально. А я, в принципе, с правитель, ну, как бы, с президентом знакома очень хорошо. Нормальные отношения. И тут у нас все хорошо, и там у нас все хорошо. Не знаю. У меня я вообще не конфликтный человек, антиполитичный вообще, и всегда предпочитаю не влазить вот в такой вот фильм. У тебя есть российское гражданство? Конечно. Ты получила? Да. Ну, теперь двойной. И ты граждан Грузии, и граждан России. Я гражданин мира уже. Слушай, ты уже купила себе квартиру? Да. Я представляю, какая она. Прекрасная, на самом деле. Очень долго ждала, там, подбирала всякий дизайн, там, с моей подругой Лелой Ковторадзе, она очень мне помогла, и прям сделали такую квартиру, какую я хотела. Никакой Лерой Кудрявцевой? Чушетковали, бриллианты, там, Клоровский. Я не знаю, какая квартира. Я не знаю, какая квартира. Ну, Лерка любит все такое блестящее, а у меня больше такое, там, дерево. Дерево. Слушай, когда мама приезжает в Москву, и как-то восстанавливается у тебя, и видит твой вообще график, твой режим, как-то работает. Она там и живет. Ощущения? Ну, в принципе, она, мне кажется, уже меня вообще не жалеет. Работай, работай. Постоянно говорит, потому что понимает, что если я скажу, что мне что-то лень, и все, я сяду, и все, я как этот баран, у меня не это. Надо меня подгонять постоянно. И она там вообще меня не жалеет. Когда я начинаю там домой приезжать, говорю, господи, я так устала, этот график, вообще не высыпаюсь. Она такая смотрит на меня. А-а-а, а что ты еще умеешь делать? Я говорю, ну да. Слушай, ну ты вообще задумываешь, что будет дальше? Вот как дальше? Может, там, соль на карьеру, не знаю ли? Ну, соль на карьеру особо мне не хочется. Ну, разница такая какая, в смысле. Я все равно одна пою в коллективе. У нас прекрасные отношения. Ребята, наоборот, только что делают, что и помогают. Потому что найти красивые песни и именно сделать так, как они умеют, лучше, мне кажется, никто не сможет. Вот. А дальше что будет? Ну, не знаю, наверное, пройдет какое-то время. И выйду замуж, рожу детей. И так же буду петь. Может быть, не такой жесткий график будет, потому что надо будет там больше времени, нужно будет свободного. Но, мне кажется, буду продолжать. Не хочется дома сидеть. Ну, ты когда жила в Грузии, ты вообще думала, что когда-то вот переедешь в Россию, что будешь как-то появиться? Хотя, в принципе, ты в Грузии была достаточно популярной очень. Да, но мне хотелось. У меня настал этап, когда уже я ничего не могла сделать. Там вот максимум, свой максимум я там сделала. И уже было неинтересно. И хотелось переехать. Я и так собиралась переезжать. Только пришлось чуть пораньше. Ну, я хотела продолжить учебу. Это раз. И второе, потом опять, наверное, как-то найти кого-то, кому я понравлюсь, и возьмут меня в группу. Учеба какая? Ты на кого училась в Грузии? Я психолога. Не, нормально, хотя топор я психолог. Да, все очень удивляются, когда это слышишь. Мои подруги говорили, господи, ты что хочешь, чтобы с твоего кабинета люди выходили еще лучше в состоянии, чем они зашли? Но я вот училась психолога. Ты очень позитивная и такая все. Живчик-живчик. Ну вот. Слушай, у тебя появились новые татуировки, я смотрю. Да. Вот за ухом у тебя музыкальная музыка. Ты знаешь, кто это мне сделал? Кто? Татуировщик Тупака. А зачем? Ну, не знаю, мы были в Лос-Анджелесе, и я хотела тут какую-то татуировку сделать. И потом нашли этого легендарного татуировщика, который делал татуировки, там, Снудогу, там, Тупаку, и его зовут Картун, такой, знаешь. И я говорю, ну, давай, Картунчик, начеркни-ка мне, чё-нибудь. И он начеркнул. Слушай, а вот тут на запястье, что это значит? Вот это секрет, я не говорю никому. Покажи, что там. Ты не поймёшь. А там что-то, какие-то человечки или что это? Ну, какие человечки, ну, я не скажу. А вот тут написано, my life is my history. Моя жизнь, моя история. Подожди, а вот это понятно. А там что изображено реально? Ну, тут буквы. А, это буквы? Да. А какой язык? Ну, что ещё тебе сказать, чтобы потом ты расширил? Не, 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 реально интересно. Ну, это иврит. А, на иврите? Да. Ммм. А почему именно иврит? Ну, я хотела такой язык, но я не хотела какие-то иероглифы. Но язык твоего любимого человека. Да, послушай, я не хотела иероглифы, потому что они уже надо... Потом я хотела на грузинском, потом я поняла, что все поймут. И решила иврит такой, более-менее такой скрытый ещё язык моего молодого человека. Вот и я написала. Там написано, всегда буду тебе видна? Не-а. Там слов нет. Там одно слово? Нет. Две? Две, но не слово, это буквы. А, две буквы? Да. I love you. Всё просто. Можно просто написать просто I love you. I love you, это целое предложение. Слушай, но вот настолько приятно, что вот в себе есть вот эта человеческая, но и осталась вот, будешь такой популярной достаточно певицей. И не то, что достаточно, но ты реально, знаете, вся страна. У тебя куча поклонников. А ты не меняешься. Вот эти что, 6 лет, 5 лет назад? Знаешь почему? Потому что у меня не было никогда такого, что я проснулась и вдруг стала там, бум, звездой и поймала звезду. У меня настолько это с детства... Конечно, понятно, что как бы разный базар, там грузинский, российский шоу-бизнес, да? Ну, всё равно, одно и то же, на самом деле, там. И я была популярна с 12 лет, и это всё было то же самое. Везде узнавали, везде там интервью, там, что же, 30-е, 10-е. И поэтому как-то... Да, постепенно, как жизнь такая, знаешь, ничего. Я когда вот переехала в Москву, и меня никто не узнавал, и вообще я была какая-то вообще никто, я думала, господи, оказывается, вообще это другая. Это вообще настолько отличается. Например, элементарно, ты приходишь там в какую-то лавочку, да, в аптеку и говоришь там, дайте мне аналгин, они говорят, сейчас, подождите. А когда ты популярна, вот сейчас я захожу, они такие, да, конечно, водички можно ещё вам дать. Ну, знаешь, эта разница колоссальная, если честно, серьёзно. Как ты не меняешься? Вот как остаётся вот это вот человеческое какое-то такое, знаешь... А из-за чего я должна поменяться? Есть, допустим, вот есть, допустим, сказать тебе, вот какие-то популярные артисты, которые вот... Ну, потому что у меня комплексов нет, вот. Да, знаешь, вот, допустим, то же самое Наталья Подольская, знаешь, там, которая себе цены сложить не может. Разве она пафосна? Абсолютно. Есть, ты мне знаешь, там, ещё какие-то персонажи, которые реально очень пафосные, там, Таташа, там, Ульбина Джанабаева из «Виагры». Казалось бы, значит, смысл. А ты абсолютно простая и считаешь, что вся страна поёт твои песни, которые ты исполняешь, у тебя нет вот этого «Ах, я королева». Я не знаю, потому что я, в первую очередь, я без комплексов. Я прекрасно и так знаю свою цену, и мне не надо там устроить какие-то звёздочки. И вот те люди, которые вот это показывают, то есть они из себя строят кого-то, понимаешь? А мне не надо строить, я и так нормально. Ну, скажи мне такую вещь. Вот всё-таки дальше. Вот сейчас 21, 22, 23, 24, 25, 26, ну, там, 30, 40. С ума сожжал? Мне 25 уже. Ну, нет, я просто говорю, вот постепенно всё это идёт. Да. А ты будешь постоянно петь, там, ты выйдешь замуж, родишь детей. А ты вообще задумываешься о чём-то вот, ну, о серьёзном, о глобальном? Как ты будешь дальше жить? Слушай, что ты от меня хочешь? Ну, постарел меня, в группу положил. Ну, что я буду... Да я должен понять, что будет дальше. Я тебе говорю, что будет дальше. Очень у меня есть большое желание пробиться на Запад. Если это получится, я буду очень рада. Что вы узнавали популярны в Америке? Да. Если это не получится, тогда я говорю, я рожу детей, стану мамой, буду петь. Буду петь, наверное, лет до 45, вот так, наверное. А потом уже, может быть, буду продюсировать кого-то. Или там открою маленькую кафешку и буду там стареть. Слушай, ну, у нас уже есть продюсеры грузинов такие? Слушай, целый такой конгломерат огромный, значит. Братья Милаза, у них сестра ещё, у которой тоже всё продюсерский центр. Да. Группа Чили, Винтаж, это вот всё оттуда. Ну, не знаю, хочется что-то. Если бы я была продюсером, я бы делала чуть-чуть, чуть-чуть вообще. Не чуть-чуть, а вообще другое. Но очень трудно, потому что все радиостанции, как-то у них формат очень странный. Кстати, скажи, по поводу радиостанции, ты когда-нибудь за песню платила, давала деньги? Вообще, коллектив давал деньги, чтобы в ротацию попасть? Нет, слава Богу. Такого никогда не было. У нас просто сразу повезло, что появилась песня. Ну, как бы, я уже пришла в готовый такой состоящийся коллектив, поэтому, ну, как бы, популярные такие певцы и исполнители, они не платят. То есть платят там какие-то люди, которые начинают. А если ты так начинаешь, мне кажется, ты и продолжаешь потом так владеть. То есть, она большая, это большая, большая, это... Да. А у нас такого не было, неа. Никогда. Ну, казалось бы, вот... А на Западе, вот ты когда была на Западе, там же записывали какие-то песни, наверняка, что это... Ну, пока еще нет, ну, в смысле, ну, мы, да, в Лондоне сводили альбом, там, всякий. Ну, вот ты... Ты чувствуешь вообще разницу между, вот, знаешь, шоу-бизнесом и тем шоу-бизнесом? Потому что, вот, я общался вчера с Рудковской, она говорит, он отличается, но не сильно. Я тоже так думаю. Ты думаешь, не сильно отличается? Не, ну, смотря что, если посмотреть вкус, если посмотреть, что мы поем, и что там поют, и как там поют вообще, и как все это делается, оно отличается очень сильно. Не, у нас как есть, у нас есть много понтов, много денег, а нет, 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 нет песен. Да, сама схема не отличается, это шоу-бизнес одной тоже, может быть, какие-то детали. Например, у нас пиратство настолько в кошмарном развитии находится, что мы даже на альбоме не можем заработать. А на Западе они так и зарабатывают. Только на альбомах. Да, а схема там шоу-бизнеса одна и та же, в принципе. Ну, вкус, конечно, и качество, ну, очень сильно отключается. Ну, в чем-то, вот, имеешь в виду в качестве самой песни, в самом музыке? Да. Да. И, может, все-таки вкусовщина какая-то, ну, просто у нас, может, только не любят другое, нежели... Да, ну, вот, например, у меня друзья с Америки, музыканты. Можно подождать, Филипп Киркоров. Вот, послушай, и у нас... Тамбун балета, разукрашенные лица, спели песенку, знаешь, это вот эта крошка моя, и вот народ слушает. Да. Ну, выходит, там, не знаю, человек, который поет, там, тоже, как ледяга, просто не понимают тут. Хотя странно, вот, когда приезжают, там, всякие западные звездные, всегда, там, полный зал, там, все слушают, любят, они... Ну, полный зал, наверное, потому что они раскручены, увидели в телевизорах, потому что Мадонна, изо дня в день Мадонна, 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 они так десятилетиями, поэтому идут. Ну, короче, я не знаю. Самое главное то, чтобы, например, у меня друг из Америки, в Лос-Анджелесе, он музыкант такой известный, и я его ставила песни, там, наши, там, какие-то более-менее приличных артистов, и он был в шоке, он говорит, это же олдскул такой, вы до сих пор это играете? Я говорю, он, да. Он говорит, ну, молодцы. Он просто не понимает, что такое можно петь, что-то играет. Да, он говорит, это настолько старое все, блин, господи, я говорю, ну, мы не можем другое играть, потому что не формат, потом скажут. Ну, скажи, вот, даже несмотря на то, что ты работаешь здесь, ты кого-то из наших артистов российского бизнеса слушаешь дома? Кого-нибудь. Земфиру. Ну, Земфира это да. Ну, есть такие какие-то песни. Ну, вот, кроме Земфира, вот, Земфира, понятно, это уже культовая такая певица, а вот, может, любимая песня наша отечественная какая-то, или какой-то артист. Слушай, если честно, у меня как бы есть, иногда, там, мне нравятся какие-то песни, я реально слушаю. Сейчас я не могу так вспомнить. Да не знаю, там, Лолиту, Киркорова, Пугачёва, Баскова, хотя она Овсиенко. Последняя, вот, на русском языке у меня песня, наверное, Пасту слушаю, вот, мне нравится. А из Попсового ничего? Из Попсового. Малегрова, младший лейтенант, парень молодой. Да, все мы бабушки, вот эту песню я люблю коралки петь. Ой, ты вообще любишь коралки петь? Нет, ненавижу, но заставляют очень часто. Почему? Ну, когда с друзьями, и там, собираются друзья, я приезжаю, и они там уже все, там, чуть-чуть набухают. Ну, спой, Киречка, ну, спой, ну, Господи, уже лучше спеть, чем слушать, как они ворчат. Допустим, как подруга моя, Лолита, она всегда стабильна, раз в неделю. В коралоке? В коралоке, да, она вперед, она часто ругается, типа, почему у вас такой плохой микрофон, ничего не получается. Нет, нет, я что-то не особо люблю петь в коралоке. А-а. Ну, может, потому что твоя работа просто, ты понимаешь, что за бесплатно петь не надо. Ну, не в этом дело, что-то мне не хочется, не знаю. Ты, вот, уже став популярной, ты можешь за себя работать таким бизнесом, в плане, вот, заработка? Ну, я смотрю, у тебя... Что работать? Вот, в плане, вот, работы, можешь за себя работать вот таким бизнесом, в плане заработка, там, зарплаты? Что, работа у нас за бизнесом, конечно, это и есть бизнес. Что-то, по-твоему, там, Тиффани Ключику. Откуда он? От сердца, наверняка. Ты бы, что, я это озвучила? Ну, в принципе, не в принципе, а, конечно. Все эти бессонные ночи и перелеты, то есть, то, что народ видит, это же еще, кроме этого, у нас что, 50 миллионов заказников, на которых не особо еще, как бы, бывает прикольно выступать, да? Почему? Все пьяные или что-то? Ну, потому что, ну, нет, ну, как бы, не то, что пьяные, но хочется в это время с друзьями посидеть на даче на выходные, а я лечу какой-нибудь, там, в Хабаровск, чтобы выступить, там, для какого-то местного олигарха, знаешь. Ну, конечно, на это я смотрю, как на бизнес и на, как заработку, ну, зарабатываю этим деньги. Ты забудешь за первый миллион? Миллион? Да, наверное. Долларов? Да. Богатая невеста. Вообще, сама завидую. Слышишь, ощущение от того, что, вот, от наличия миллиона? Ну, я не могу сказать, что прям вот так взяла и миллион заработала, ну, так, постепенно, со временем, как бы. Ну, а ощущение от того, что, вот, есть, допустим, там, в банке миллион? Ну, прикольно. Ну, что, ну, такое, знаешь, ты становишься независимой, более уверенной в себе, то есть, нету такого, что, то есть, ты можешь понять, что ты можешь сама все сделать, и не зависишь ни от кого, и, ну, любой момент, там, если кому-то, там, своих, там, друзей, там, родственников, как-то можешь помочь, там, ну, короче, круто. Ну, а вот ты вот сейчас с твоим молодым человеком, ты вот говоришь, ты помнишь, независимая, но если человеку показывать своему мужчине, что его любимая женщина независима от него, то мне кажется, что он как-то что-то потеряется, как-то ниточка такая тонкая. Ты играешь то, что ты как-то вот нуждаешься в него, там, зависишь от него от чего-то? Ну, хотя бы на фиансовом моменте, или он полностью, там, там, оплачивается, там, расходы, там, украшения, подарки, там, не знаю, там. Не, ну, мы всегда делаем друг другу подарки, там, не если, там... Ну, у тебя на руке его подарок стоимостью, ну, как минимум, знаешь, это хорошая машина, не считая... Да, ну, это уже подарки, но так, материально я не нуждаюсь просто в помощи, и если у меня что-то не хватает, там, или что-то, ну, конечно, он мне всегда поможет. А что тебя вообще цепляет мужчина больше всего? Во мне? Да. Нет, тебя в мужчинах что цепляет? А, меня? Мне кажется, искренность и юмор, когда человек может нормально пошутить. Это, мне кажется, для меня вообще самое главное. Чтобы он помог, знаешь, какие-то шуточки такие, знаешь? Да, ну, я не люблю очень серьезных людей. Ну, кто-то писал, что у тебя даже были какие-то, может, не романы, какие-то увлечения, были какие-то взрослые, серьезные мужчины, как бы. Твой, кстати, вот нынешний молодой человек, в общем, даже вполне серьезный. Кто тебе сказал? Я вообще с ним не общался, поэтому так, он произвел серьезные, серьезные впечатления. Ну, он, конечно, серьезный, там, когда у него дела, и, наверное, там, не, ну, как это сказать? В нем тебя что зацепило? В деле серьезные, а в отношении со мной он очень даже несерьезный. Ну, вот именно в нем тебя что зацепило? В нем, ну, много чего. Мне он внешне изначально понравился, потом мне он понравился. Он такой мужчина, умеет себя вести. Вот. Ну, а потом я поняла, что мы очень похожи, общие интересы, юмор схожий. А вот твои отношения с мужчинами? Ты очень позитивная, ты очень веселая, но в тебе видно, что ты все-таки, может быть, такой очень жесткой и властной. И вот с мужчинами какая? Ты уступаешь им или, наоборот, можешь пойти на какую-то, ну, как бы, открытую конфронтацию? Или как-то дипломатично все можешь решить? Ну, в первую очередь я не считаю, что... Я считаю, что женщина и мужчина, они наравне. Это в первую очередь. Феминистность какая-то. Да. А вот эти финские думают, что ниже? Ну, у меня, я всегда понимаю, что мужчина, мужчина, это все-таки мужчина, но я же из Кавказа. Вот, и уважение, и, ну, последнее слово всегда за мужчиной. Вот, и я пытаюсь это всегда, как бы, сохранить вот этот, как сказать, маленький, Ну, скажи-ка, назови как-то. Маленький, как бы, идиллию, как-то? Ну, короче, да. Я не, это, не эгоистка. Ну, эгоистка внутри себя, но все равно пытаюсь. Ну, ты когда расстаешься с людьми, ты первая говоришь нет? Ну, как бы, ты первая бросаешь, когда тебя мужчины бросали? Ну, в детстве, да. А вот сейчас, когда ты уже состоявшийся, все популярно известный, ты первая бросаешь? Ну, я тоже не особо бросаю. Ну, как это как-то некрасиво звучит. Ну, бывает, когда... Именно ты первая становишься инициатором расставания? Ну, когда как. Просто бывает, когда отношения уже портятся, и когда, там, понимаешь, что, ну, уже все никак. Ну, конечно, я, там, бывало, когда я говорила, что, ну, все, пора уже заканчивать. А как было с Верником? А? Как было с Верником? Ну, с ним никак не было. Вот со своим нынешним молодым человеком, просто мужчиной, бизнесмен солидный, ты, когда он говорит, типа, вот, мне нравится, что ты очень, там, вульгарно оделась на съемках клипа, допустим, или, там, в ресторане, или, там, где-то на концерт, ты прислушаешься к его мнению, или ты говоришь, это моя работа. Ну, я имею в виду, можно у тебя, там, надавить это, поломать в чем-то? Я такой человек, вот, если мне что-то жестко сказать, я буду делать хуже. Вот если мне нормально попросить, я объяснить, вот, Кэти, не одевай, вот, какой-нибудь, там, открытый, там, наряд, потому что, там, мне неприятно, там, могут, там, друзья, там, мои, там, непонятные. Я скажу, конечно. То есть, если что-то не так, если я даже сомневаюсь, например, на Fashion Girl, у меня вообще не открытый костюм, но все равно, да, такой? Короткий, достаточно. Я спросила, ты не против? Он сказал, нет, не против, нормально. То есть, у меня это есть, конечно, то есть, если ты встречаешься молодым человеком, и ты называешься его женщиной, и в чем-то ты сомневаешься, что, может быть, ему не понравится, конечно, надо посоветоваться. Ну, мне кажется, таки, наверное, впервые в жизни по-настоящему влюбилась. Даже не влюбилась, уже, знаешь, влюбилась прошла, уже пошла любовь. То есть, ты как-то можешь так-то вот... Ну, да, можно и так сказать. Как-то пытаться как-то вот дипломатично сглазить все эти углы. Ну, если честно, мне даже не приходится сглаживать. Он такой, на самом деле, очень мягкий человек, понятливый. И, исходя из того, что очень сильно похожий, мы, если что-то мне не нравится, ему не нравится. Если что-то мне не нравится, ему нравится. Ты же знакома с его родителями? Да. Как они отнеслись к тебе? Очень хорошо. У него прекрасные родители, прекрасная мама, которая постоянно улыбается. А? Что-то сказала мама, когда тебя первый раз увидела. Его мама? Да. Понятно же, там, девочка со сцены, спрашиваешь в интернете, там, юбочки короткие, волосы длинные, там, корсеты, декольте. Ну, здравствуйте, мама, это моя будущая жена. Мы познакомились, когда было день рождения у мамы, вот, и я приехала, ну, что, обычно посидели, хорошо, очень хорошо меня приняли, и что, как, нормально, адекватно. А твои родители с ним знакомы? Мама-то? Конечно, они прямо, мне кажется, больше знакомы с моей мамой, Левой, моя мама, чем я с ним, мне кажется. Они прямо уже как с детства, знаешь, подружки. Слушай, ну, если у вас все-таки будет свадьба, ты хотел бы проходить в Израиль, вот, именно, в общем-то, все как-то в Израиле произошло, казалось бы. Почему в Израиле? Ну, его родина же. И там, там просто вот такая земля, на самом деле, святая, вот, я там буду три раза, у тебя другое ощущение, ты даже не можешь вот себя вести в Израиле как-то вот, ну. Ну, я не знаю, я там была. Ну, как-то очень, вот эти места вот такие вот культовые, тут же Иерусалим, нахладывает такой отпечаток? Нет, мне кажется, лучше свадьбу в каком-нибудь маленьком городке отметить, где такой, знаешь, из Грузии все могли приехать, из России все могли, потому что, как ты понимаешь, в Сочи, на Олимпиаде. Грузия рядом, Россия тоже. Вот, не, не, в Израиле не хочется, мне кажется, там как-то скучноват. Ну, я думаю, если будет свадьба, ты по-любому пригласишь. Конечно. Я так же приду. Да, ладно, я тебе с микрофончиком. Спасибо тебе огромное. Спасибо тебе. Мне очень приятно, что ты в Юрмале нашла время, вот напротив такого моря, вот такой зелени. Да, тут красиво. Ты большая-большая умничка, я что, не испортилась, не одела на голову корону, и какого-то была вот изначально. Потому что университет, с тобой приятно, и поговорить, и поболтать, и посмеяться. Это очень приятно. Спасибо. Спасибо тебе огромное. Спасибо.